яси михаил здравствуйте да здравствуйте вадим давайте начнем с саммита нато мы только что говорили сандра колон официальным представителем госдепартамента сша соединенные штаты по ее словам уверены что украина будет в нато это произойдет но не сегодня не на этом саммите стало это разочарованием для украины для украинцев и для вас лично для меня точно нет тоже я знал что но это было очевидно уже не знаю за месяц и до саммита что никакого приглашения сейчас на саммите не будет даже как сказал президент зеленский оценил сейчас результаты саммита выступал на бесконференции сказал что результаты хорошие но не идеальные да идеально было бы если послали позвали но опять была целая серия выступлений всех политиков каждого из лидеров нато я имею ввиду не на самом саммите а до и все позиции были обозначены все было известно главные нами такие позиции которые точно показывали что никакого приглашения сейчас не будет это была позиция германии у которой простая была фраза ушелится что только когда есть договор о границе с соседями только тогда можно это правда это так бывает всегда и собственно много высказывания байдена на эту тему но в этом есть как бы как это пустая половина стакана полная половина стакана вот в том что госдеп сегодня заявил и на самом деле вот во всех этих сложных формулировках которые там все ходили добивались так сяк мне кажется есть ключевая одна штуковина и и сегодня в каком-то смысле высказал госдеп потом высказал зеленский что к этому сводятся все решения вот госдеп сказал что украина в любом случае будет в нато и что россия не сможет повлиять на это решение что россия не сможет повлиять никаким образом и дальше подробно там представить госдепа раскрывал что и до войны пытались они влиять и сейчас там и так далее и зеленский сказал что теперь вот после этих решений то чего добивались формулировки что будет приглашение в будущем обязательно да чтобы в дальнейшем страны запада не могли в переговорах с россией использовать членство украины в нато или не членство как как бы предмет торговли то есть что на там не знаю сша не может разговаривая с россией сказать что мы не будем брать украину в нато потому что уже подписались по то что да будем потом будем вот это главное достижение потому что до сих пор красной линии для украины самой было вот там восстановление территориальной целостности а сейчас новая красная линия украина не будет внеблоковой страной она будет членом нато что касается помощи там в общем тоже было озвучено помощи украине военной помощи кстати франция включилась в эту историю вызвала макрон вызвал прямо соловьев который не знаю кто ведет его телеграм-канал судя по всему там группа редакторов но тем не менее вот от его имени было написано оскорбление в адрес макрона в связи с предоставлением дальнобойных ракет которые франция тоже решила вместе с британцами теперь поставлять в украину видели эту историю конечно прям показательную слове она вы говорите что франция включилась это как-то прямо по отношению к франции так ничего себе включилась франция вообще говоря один из ну наверное там 3-4 я не знаю на каком месте по поставкам но она один из лидеров по поставкам до сих пор всего что вообще существует я не виду включилась в поставки дальнобойных ракет ракет потому что франция первое поставила танки если считать колесные франция 1 после предоставила гаубицы первое то есть никто не решался гаубицы 155 метров дать это сделано франция ну то есть там вообще вот с этими ракетами до получилось удачно особенно то что уже вчера одной из этих ракет ну по видим это никто знать не знает же не написано на них но вчера как раз поразили командный пункт в бердянске и собственно убили олега цокова генерал-лейтенанта который зам командующего южным военным округом российской федерации потому что там в чем проблема была что эти ракеты они заканчивались то есть ракета который дает великобритания storm shadow это очень крутые ракеты это самое современное вооружение на которой вообще на сегодня есть украина просто ничего более современного нет они практически неуязвимы для пво российской федерации это кстати вчера россияне заявили что интересно неожиданно да а storm shadow и скальп это одна и та же ракета вообще в принципе одна и та же совместная разработка британии и франции но их в британии всего 1000 штук было произведено и во франции еще 700 поэтому тут важно количество то есть почему нам нужно было очень чтобы франция дала пташ просто количественно британия думаю дала уже все что могла вот и вчера такой прямо парочка удачных там выстрелов каких-то которые вызвали просто катастрофу на райву для россиян на запорожском фронте вот поэтому сработало все немедленно ну а кто там еще чем пригрозил песков вчера пригрозил какими-то симметричными эрами я подумал что такое симметричные спас они нам тоже ракет дадут я даже не знаю что или инфу но медведев снова там пишет о ядерном ударе что если то мы это тогда и не очень сильно воспринимаем всерьез дмитрий он он сказал третья мировая война не сказал ядерный удар я тоже ожидал прямо вот мы сейчас медведев напишу что ядерный удар он взял говорить нет третья мировая война теперь будет из-за того что но он из-за того что в принципе в нато берут украину и еще он сказал интересную вещь кстати что оказывается цель войны а это никто до этого ни разу не говорил вообще-то с российской стороны что цель войны это чтобы украина не вступила в нато до этого такого не озвучивал об озвучивали разное всякое там вот демилитаризацию там алкоголиков наркоманов убрать от власти территории азовское море все что угодно а тут у медведева новая цель выяснилось вот чтобы не брали чтобы значит украина не вступала в нато для этого надо войну было начинать оказываться добились же своего не вступила в над украины еще пока ну-ка иронизирует а сарказм даже понимаю да тут прикол в том что она как бы не была филляндии швеция которые тоже вступили хотя не собирались до войны вообще даже не думали об этом но тем не менее вот когда услышал про медведева и вот это вступили в нато что цель войны цель войны такая да я представился как вот например но ниже обвиняют что там нато сама начала войну американцы начали я представляю как сша начинает войну против россии с требованием чтоб россия вышла из у дкб вот так чтобы там осталось покормить из киргизии но это примерно симметричное требование а кого-то еще волнует вот это нелогичность позиции потому что но чего только уже не сказали мы с вами на протяжении этих более чем 500 дней обсуждали заявление в кремле и каталоге кажется да какая разница что российские власти говорят своей аудитории можно полную ерунду нести все равно это видимо срабатывает я к чему сейчас начинаю такой долгий пространный монолог к тому что пригожин который шел на кремль который подзбивал российские самолеты убил российских летчиков вообще поставил страну российскую федерацию в ожидании какого-то хаоса но он дошел до кремля его встретил путин они там видимо чай пили с вагнеровцами пожали руки пригожина вернули миллиарды налом и он спокойно себе дальше путешествует и казалось бы да вот для диктатора до для человека который там должен олицетворять власть это же унижение просто но нет подает как к победу вот как это все можно объяснить насчет лагерь насчет того что кому сейчас важно что они делают логичность или нелогично действительно неважно единственное зачем имеет смысл мне кажется наблюдать и зачем я пытаюсь пытаюсь сейчас наблюдать это не за логикой в их там словах какой-то да это конечно нет а вот когда мы же видим только наружную часть понимаете да мы же должны судить мы как такие первобытные физики эти более потом пришла более современная физику не появились микроскопы там и так далее а первобытные физики они могли заниматься только наблюдениями то есть вот там не знаю поднимались на пизанскую башню бросали вниз камень он летел вниз они грели о значит эфир всемирный он направлен весь вниз как бы да не вверх ну там что-то такое но они же не знали про силу тяготения вот мы сейчас пытаемся мне кажется все кто говорит о том что происходит в россии этих процесс и мы видим только как наружные наблюдатели все что происходит мы пытаемся понять какие силы действуют почему аналогии с физикой привел вот какие собственно в россии сейчас есть силы и как они действуют и мне кажется мы в знаете как почему многие ученые когда-то я имею ввиду совсем там грубо говоря средние века не были в неких шорох предубежденности потому что было известно точно что земля стоит там на трех слонах это как бы постулата дальше мы должны обсуждать это вот землетрясение это слон чихнул или это он споткнулся да как бы но исходить мы обязаны из слонов или потом из того что там не знаю солнце вращается вокруг земли дальше мы обсуждаем исходя из этого вот мне кажется что мы исходили полтора года назад и с того что россия такое государство что в нем вот есть значит вот эти люди которых написано должности что они работают на этих должностях действительно выполняют эти обязанности есть система подчинения которая опять-таки прописана в россии мы же видим что этот подчинен этому а этот этому и соответственно все они действуют исходя из этой системы подчинения но мне кажется что либо так не было раньше, либо так стало сейчас по-другому, что все вот это нужно обязательно постараться забыть. То есть забыть таблички с должностями. Прям забыть. Вот есть люди, они есть, мы их видим. Вот Песков. Для меня самый интересный стал Песков за последние несколько недель. Персонаж вдруг. То есть до этого я понимал, ну как, я все время сходил с того, что Песков говорит то, что ему Путин сказал. Ну там он может предложить Путину, Путин там одобрит или не одобрит. И все это как-то мне казалось логичным. А сейчас я вижу, что это не так. Я вижу, что это не так. Что это не то, что Путин сказал, а Песков пересказал. Что Песков абсолютно самостоятельен. Потому что Песков, например, вчера осуждал президента Турции Эрдогана и вообще указывал Турции, что пора снять розовые очки там по поводу того, что вас не любят в Европе. И он ни разу не сослался на президента или на кого-нибудь. То есть он как бы явно сам от себя лично объяснял Эрдогану, как надо жить в Турции в целом. И вообще вся история Турции совершенно неправильная. И так уже много раз. И я сейчас не говорю, что это Песков сам игрок. Это не обязательно. А он еще пока не обрел субъектность, на ваш взгляд? Я не знаю. Либо он обрел субъектность, это один из вариантов. Но мне кажется, второй вариант, они как бы равновероятны, то есть тут не угадаешь, пока не угадаешь, что просто им управляет кто-то другой, не Путин. Это же вполне реалистично. Представьте себе, что теперь... Как только я принимаю решение, что начиная с какого-то момента, неизвестного мне, но как минимум на месяц назад, все, что говорит Песков, это согласовывается не с Путиным, а с кем-то другим, сразу вдруг раз, многое в картинке становится на свои места. Я вам вдруг расскажу. Смотрите, вот сам путч, который был 23-24 июля. Июля. Все разбежались, а Песков не разбежался. Песков сидел в Москве. То есть все убежали, Песков не убежал. Путин убежал, а Песков не убежал с Путиным. Странно как бы. Почему? Он со своим начальником не убежал. Его бросили, забыли. Мишустина не забыли посадить в самолет, а Пескова забыли. Значит, и дальше весь путь... Мы слушали это Пескова, а не Путина. То есть Песков говорит, а вот там Пригожин, значит, Путин в курсе того, что Пригожин восстал. Много раз говорит, что в курсе, говорит, Путин сейчас подготовит вам обращение. Потом приносит флешечку, говорит, вот вам обращение Путина. И некие пять минут такого малосвязанного текста, непонятно о чем и непонятно, кто монтировал. Может, по команде Пескова монтировали, правильно? Вот. Ну, те пять минут, которые мы увидели от выступления Путина. А дальше он продолжает выступать регулярно. Весь путь. Вот все остальные все бросили, все все забыли. Ну, хорошо, там Бедведев один пост написал, а Песков выступает. И вдруг вечером мы узнаем от Пескова, не от кого-то, что путь закончился, что Лукашенко обо всем договорился. Это же сообщил нам Песков. Никто другой не говорил про Лукашенко, понимаете? Даже Путин не говорил про Лукашенко. Про Лукашенко сказал Песков. И этот самый, и что перегожный уходит в Белоруссию. Это тоже сказал Песков. И только через двое суток вдруг выходит новый ролик Путина, где он повторяет слова Пескова. Но он цитирует Пескова, не наоборот. Не Песков цитирует Путин. Вот. Дальше сейчас, когда происходит вот для меня сенсационное абсолютно, конечно, сообщение Пескова было, ну, мы понимаем, вот эту историю про 35 вагнеровцев, которых Путин пригласил к себе. Ходояки у Ленина, да? Практически. Эти ходояки, слушайте, я взял, вот честно, я взял, я просто читал текст, и у меня над каждым словом, вот там это прям как, не знаю, как каббалисты расшифровывают Тору, да, где каждое слово имеет на своем месте, имеет свой смысл. И этот весь текст, он просто канон какой-то, вот как можно зашифровать послание. Значит, Путин пригласил 35 командиров Чавакована. Пригласил. А, значит, Путин же не мог сказать, позовите мне, пожалуйста, 35 командиров. Когда он пригласил 35, значит, он знал, кто 35. То есть он как-то их знал. Дальше. Что там еще было за такое, значит, там были страшные какие-то секреты. Да, они обсуждали работу компании на фронте. На фронте не работают компании, на фронте работают дивизии, полки, там и так далее. Компания работает в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге есть компания консалтинговая ЧВК Вагнер. А на фронте работают, их никогда до этого не называли компанией, когда говорили про фронт, говорили подразделение Вагнер. Группой, они стали называть группой в государственных агентах, агентствах. Да, 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 вот. Но что это за компания такая, которая работает на фронте? И там я сейчас уже просто не вспомню, так как я этому анализу посвятил много, я его уже много раз, уже два дня все-таки минул с тех пор, или три. Но там в каждом слове какой-то шифр прямо. А еще я пытался себе представить, как эти 35 командиров ЧВК Вагнер разговаривают с Путиным. Но это как геометрически должно быть построено вот вся эта мизансцена? Ведь заметьте, 28 июня, 28 июня, Путин встречается с силовиками на крыльце этого самого своего там грановитой палаты Кремля. То есть он стоит на крыльце, а силовики внизу. Он этим силовикам во главе с Золотовым сообщает, что они герои, что летчики погибли геройски, давайте почтим память, потому что они сражались с врагом все, защитили Россию, и давайте салют в честь этих летчиков, там из четырех ружей салют. Почтили память и ушел. А на следующий день, теперь-то мы задним числом знаем, что на следующий день он у себя где-то в Кремле, не написано где, может на том же, ну, почему тогда на крыльце, а тут где, он встречается уже с 35 командирами ЧВК Вагнер, значит, которые, ну, еще отдельно же история, что они не проходили, понятно, никаких, получается, этих карантинов, да, а в ЧВК Вагнер, там зэков много вообще говоря, а там у кого-то... Там туберкулез может быть. Туберкулез, да, то есть как бы обниматься только с теми, кто кашляет, да, и так далее начинается правило, вот, и к самому мезонсону представить просто невозможно, ведь говорили же там, как согласно сообщению Пескова, говорил не Путин, а бойцы, они объясняли свою версию. Может быть, я, кстати, думал об этом, потому что никаких кадров нет, может быть, он по удаленке с ними вышел, то есть встреча была, но как мы с вами сейчас разговариваем, вот он разговаривал с ЧВК Вагнер, и они 35 все в один экранчик помещались там. А как же Путин принял в Кремле? Путин же принял в Кремле, понимаете, в чем дело? И встреча длилась три часа, и он принял в Кремле. Вот, в общем, я это все пытался представить себе, как это все вообще могло, в принципе, происходить. Шутки, шутку лучшую по этому поводу придумал Стрелков Гиркин, известный, значит, человек. Он сказал, что говорит, да, скоро мы, наверное, с удивлением узнаем, что прошла встреча Путина с бойцами батальона Азов, и они изложили свою версию осады Мариуполя, значит, ну и так далее. Вот, ну, то есть, вот, если, после 24-го числа. Вот он, 24-го закончился путь, 26-го возник вдруг, Путин материализовался, и дальше он каждый день, как нам с вами казалось, мне кажется, нам всем казалось, занимался восстановлением своего авторитета, да, вот он все бросил на это дело. Он реально много, каждый день чего-нибудь работал. Каждый день с кем-то встречался, там, с военными постоянно, кого-то награждал, ездил во всякие Дербенты, принял каких-то дербентских девочек у себя в Кремле отдельно, там, ну, в общем, просто вот все силы бросил показать, что я здесь главный, я управляю, меня любят народ. Ну, вот так. И армия тоже со мной. Вот были его месседжи. И вдруг Песков одним сообщением, это все перечеркивает, черт, вообще одним. Ну, что он это с Путиным согласовал, что давай все зачеркнем, все, что ты тут делал все эти две недели, я не могу себе этого представить. Поэтому, я вот все это рассказал вчера, а сегодня, вы знаете, опять, у меня Стрелков просто уже, как армический друг называется. Читаюсь сегодня, Стрелковский телеграм-канал, а он пишет, вот вынужден согласиться с этой совершенно фантастической версией, что, и дальше цитирует кого-то, но непонятно кого, он говорит, одного из там, наверное, сторонников нашей идеи, какой-то, не помню. И пишет, значит, Путч победил на самом деле, и дальше, что теперь управляет, как бы, ну, управление от Путина перешло вот сюда, это туда, какие-то разные сложные истории. Но я подумал, что он меня слушал, потому что, как будто это меня цитирует, я прям, мы пришли к одному, и тому же выводу, вот я к чему говорю с ним, мы пришли с ним, уж точно независимо друг от друга, к одному и тому же выводу. Но на ваш взгляд, все-таки, вот эта история, это странная сообщение. Я тоже удивился очень многим вещам, потому что, мне кажется, это очень нелогично, уж если ты с ними встречался, и у тебя есть возможность это засекретить, то не рассказывай об этом, потому что выглядит это очень странно. Тем более, что интересно, еще, тоже вот, к вопросу о Песково, сначала западные СМИ дают утечку, а потом ты реагируешь на утечку в западных СМИ, хотя, казалось бы, где Запад, а где ты, всегда вот эта вот история, что, как же они знают-то, почему у западных газет есть источники святая святых, да, там, в ЧВК Вагнер, в Министерстве обороны, или даже в самом Кремле. Поэтому мне тоже показалось очень странным с точки зрения каких-то политтехнологий, пиара банального, вот эта история с обозначением. Во-первых, ну, кстати, сам этот Либерасьон сослался на некие спецслужбы, какие-то разведки, данные разведок. Мне кажется, что тут как раз все банально, что любой Либерасьон мог это написать со слов Пригожина. Тут каких-то сомнений у меня нет, кто сообщил Либерасьону об этой новости. То есть, Пригожин позвонил, ну, нет, там все-таки, да, разведки были, они наверняка это все там и спутники, и прослушка, и агентура, там наверняка все хорошо. Но, тем не менее, через французские СМИ пошла утечка, что интересно, не через американские. Да, но меня потрясло, да, зачем сообщать о том, что это было, потому что вот ты же выстраиваешь некую линию, некую историю себя, я имею в виду Путина, естественно, да, когда этим занимается Песков, по идее его работа создавать эту линию, историю эволюции своего шефа. И вот она такая, да, и эта история вот такая. И когда вдруг ты берешь этим одним сообщением полностью перечеркиваешь, всю эту историю, и она видится вся по-другому, сразу вообще вся по-другому. Вот, и все летит к черту, вся эта работа. Кстати, в тот же день, что интересно, тоже Песков и только Песков, выдал такое сообщение про то, что Эрдоган отпустил бойцов Азова. Он написал, что мы с пониманием относимся к тому, что Эрдоган отпустил бойцов Азова. Мы же понимаем, что, да, на него давили партнеры по НАТО перед саммитом, поэтому с пониманием. С пониманием, оказывается, они отнеслись. Но за паблики взорвались, конечно, потому что там как не стыдно, это предательство, там чего только не было, риторика была очень огненная, я бы сказал. А я думаю, что эти две вещи тоже связаны. То есть как? Вот я когда узнал о том, что Эрдоган отпускает Азовцев, я сначала подумал, что он просто решил показать Путину следующий месседж. Я знаю, что ты теперь слабый. Я знаю, что теперь ты ничего не можешь. Ты и так как бы немного мог, но теперь я все увидел во время путча. Но потом, когда стала известна история про бойцов Чироковагна, которые посетили Кремль, я подумал, Эрдоган же знал о ней раньше, чем мы. То есть он, когда отпускал Азовцев, он уже знал, что бойцы ЧВК Вагнер в Кремле и объясняют Путину, как жить. И тут сразу это еще тоже окрашивается новыми красками. Эта вся история может быть совершенно другая. Это может быть история про то, что Эрдоган понимает, что Путин не управляет сегодня ситуацией и ведет диалог с другими людьми в Москве. Просто ведет диалог с другими людьми. А кто у нас главный по отпускать бойцов Азова? Абрамович, конечно. Поэтому все как бы очень вообще вся картина рисуется другая совершенно. Кстати, пришло время вспомнить о нашем Телеграме. Нам всего 150 подписчиков, не хватает до 50 тысяч. Может, если вы порекомендуете, эти 150 появятся в ближайшее время. У нас 5000 в моменте сейчас. Вот рекомендация от Михаил Шейтельман. Надеюсь, услышу. А у вас есть где-то ссылочка, вот, Вадим, или нет? Да, ссылка в описании. И я попрошу режиссера в чат сейчас тоже сбросить. На чат там закреплена сверху она тоже. Подпишитесь на Телеграм-канал Грэм. Почему? Просто хотя бы, вот сегодня это не потому, что такой хороший канал, хотя это хороший канал, но сегодня по другой причине надо подписаться. Потому что можно сделать людям очень приятно. Я всегда знаю, что такое юбилей, как приятно отмечать юбилей, когда это тем более 50-тысячный юбилей. Я вчера отмечал юбилей, у меня было 200 тысяч подписчиков канала YouTube Шетельман, да? Я хочу, чтобы сегодня вот Вадим, Аня и все герои остальные Грэма, их там, много невидимые герои Грэма, все тоже бы отметили сегодня. И вы можете это сейчас, зрители, сделать прямо сейчас, я думаю, в течение нашего эфира. Да что там эфира? В течение ближайших пяти минут вы можете порадовать людей, подписавшись на канал, на Телеграм-канал Грэма. Давайте мы сейчас посмотрим, вот во время эфира с Михаилом, получится ли у нас преодолеть эту красивую цифру в 50 тысяч подписчиков. Начинайте подписываться, если готовы, будем вам рады. Еще одно объявление, которое мы сейчас делаем, я попрошу режиссера поставить ролик, мы с Аней его записали, он 49 секунд, это просто важно для нас. Сейчас мы этот ролик поставим и вернемся к разговору с Михаилом. Давайте его посмотрим. Всем привет, мы хотим обратиться к нашим зрителям с серьезным объявлением, мы хотим, чтобы вы сейчас услышали нас. Да, для того, чтобы нам существовать, это критически важно, чтобы у нас было тысяча спонсоров на разных площадках, Патреон, Пейпал, в Ютубе можно оформить спонсорство. Мы запускаем эту акцию до сентября, мы надеемся, что до сентября мы сможем это сделать, для того, чтобы уже, наконец, заняться дворческой работой, заниматься контентом и содержанием, и не думать о том, как выживать каждый месяц. Поэтому приглашаем вас оформить подписку на всех площадках, которые я перечислил. Будем рады вас поменять. Патреон и Пейпал, и спонсорство в Ютубе. Присоединяйтесь, становитесь со создателями контента и помогайте нам выживать. Ну что, это действительно для нас очень важно, поэтому присоединяйте. Все ссылки есть в описании к нашему видео, так что будем вместе, будет проще. Ну, продолжаем наш разговор, и много вопросов приходят от наших зрителей. Вот как раз в продолжение беседы о Пескове спрашивают о его субъектности. Вот на ваш взгляд, все-таки Песков почему может быть маркером, который указывает, что в Кремле может быть что-то не в порядке? Вот почему вы делаете такие выводы? Достаточно только его вот неких отстраненных заявлений, или на это еще что-то указывать, спрашивают наши зрители? Нет, для меня достаточно этих заявлений, потому что если человек, который отвечает, у него всего лишь одна ответственность, он называется пресс-секретарь президента Российской Федерации. Если пресс-секретарь президента Российской Федерации делает несколько подряд, много-много разных заявлений, которые наносят прямой удар по имиджу президента Российской Федерации, по его общественному имиджу, это для меня означает одно из двух. Либо он просто полный кретин, в чем я сомневаюсь, потому что он все-таки поддержался на этом посту уже там, не знаю сколько, больше 10 лет, либо он действует в каких-то других интересах, вот и все. Поэтому я предположу, что все-таки, я честно лично склоняюсь не к субъектности, не к тому, что Песков взбунтовался, и он там решил играть в свою игру, но как-то он не похож на такого человека по всему его прошлому поведению. Все-таки, знаете, люди, как сказать, сущность-то свою не меняют, да, и у него просто другой хозяин, вот в это я готов поверить. Если, как только я предполагаю, что другой хозяин, у меня просто объясняется куча фактов, вот только поэтому. Я все время так объяснение-то и ищу. Если я могу одним движением, как бы одним решением найти объяснение с 10 фактом, ну, значит, с большой вероятностью это решение правильное. Вот мое решение звучит так, ему дают указание, кто заинтересован в росте популярности или авторитета Путина. А есть предположения, кто может быть этим другим хозяином? Понятно, что мы часто проходимся по фамилиям, там Патрушев, Бортников, кто там в окружении, Кириенко, Вайна, который там больше декоративную функцию выполняет. Я сейчас могу, а теперь я могу как? Не сослаться, конечно, но в данном случае у Стрелков, например, который сегодня про это писал, по его версии, как бы это как раз АПшечка, то есть администрация президента, и там Кириенко, и там же Пригожин, собственно, который тоже боец администрации президента. Поэтому это не обязательно один человек, что какой-то один человек такой сидит, дает указания. То есть, что указания поступают не от Путина, а от банды, которая засела в АП, Ковальчуки, там, Ротенбергии, Кириенко, Пригожин. Вот Пригожин победил, да, вот если предположить, что Пригожин победил, то есть он теперь решает, что будет говорить Песков. Не он в одно лицо, конечно, нет, но тот, чью банду он в том числе представляет, Пригожин, вот они и решают. Я думаю, что вот так. Ну, даже я не могу предположить, что есть еще какие-то третьи, да, то есть Пуч, он одни, Пуч это одни против других. Вот если одни победили других, то теперь они управляют в том числе Песковым. Вот так я это вижу. Ну, мне понравилось еще одно заявление Пригожина, как он объяснил вообще всех, все, что произошло, он говорит, ну, я психанул, ребят, я просто психанул. Это, мне кажется, это эпично, вот, это эпично. Это, конечно, было эпично сегодня, тем более, что до этого же это говорил Симонян, что просто человек психанул, бывает. Но знаете, когда кто-то психанул, для того, чтобы у него вот так получилось, у него должен быть запас, значит, дизеля, некоторый большой, все должно быть упаковано, все должно быть сложено вместе, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, такой психанул нужно готовить, ну, как минимум, несколько дней, хотя многие утверждают, что недель. Ну, потому что, если вы сейчас психанете и решите поехать в, не знаю, в Монте-Карло на машине, то вам понадобится некоторая предварительная подготовка для этого. например, у вас, мне кажется, страховки или что-то еще, еще чего-то. А у него все как-то случайно под рукой оказалось в момент, когда он психанул. Слишком много всего у него оказалось под рукой. Кстати, до 50 тысяч подписчиков нам остается всего 70. Мы преодолели за эти несколько минут половину недостоящие цифры. Не, недостающие, так правильно, по-русски. Так что 70 подписчиков, где вы? У нас 5700 в моменте. Думаю, что можем в ближайшую минуту преодолеть вместе отметим в нашем эфире преодоление рубежа в 50 тысяч подписчиков. Режиссер за этим следит. Вадим, вы не сбиваете людей. Это мы говорим сейчас про телеграм-канал Грэм. Не про YouTube. Телеграм-канал, ссылка закреплена внизу. Обязательно подпишитесь. 50 тысячный юбилей Грэма, да. Да, Михаил нас читает регулярно. А еще пишут наши зрители, спрашивают по поводу США и НАТО. Почему США не обозначат срок вступления Украины? Вот не скажут. Ребят, давайте там через год, через два, через три вы будете у нас. Почему они не называют эту дату? Прямо капитаном очевидно сейчас. США не обозначают срок вступления Украины в НАТО, потому что США не могут обозначить срок победы Украины в войне с Российской Федерацией и изгнание соответственно российских оккупационных сил с территорией Украины, а уж тем более подписание договора о границе с Российской Федерацией. Вот и все. Потому что это, вот можно сказать, вы вступите через там год после того, как победите в войне. Так сказать можно. Но с сегодняшнего дня, когда мы победим в войне, не знает никто. Вот и весь секрет. Они не могут именно поэтому. Потому что все четко сказали, пока вы воюете, пока вы не освободили свою территорию, никакого НАТО быть не может. Но это, к сожалению, тяжелая, горькая, но правда и она абсолютная неизбежность. Вопрос тоже от наших зрителей в чате. Цитируют они Грэм. У нас недавно был Игорь Яковенко и вот что он сказал. Я сейчас процитирую. У нас в России имитационное государство и эта имитация, она очень важна. Срам надо как-то прикрывать. Вот эта необходимость прикрывать срам действительно существует в том числе для того, чтобы иметь какую-то поддержку. И Путин каннибал или более-менее приличный, такой же, как все, но только русский имеет какую-то национальную особенность. Путин, как все, вот эта попытка представить Путин таким же, как все, отсюда заявление Пескова, для этого нужен его пресс-секретар, для этого нужно, чтобы было какое-то прикрытие с трамой, для этого нужно Мария Захарова, Лавров и так далее и тому подобное. Согласны с тем, что Россия имитационное государство, вот если верить? Яковенко. Вы знаете, во-первых, в самом начале войны, когда я буквально в первые дни, вот в первые дни, когда, ну как, первый, может быть, месяц войны, я помню, обсуждал, как с одним своим очень строгим к формулировкам другом, я сказал, что Россия failed state, он сказал, нет, ты не прав абсолютно, вот загляни в определение failed state, показал мне определение, ты не прав, вот такие-то пункты, не подходят, Россия не failed state, но, он тут же мне сказал, но она подходит под определение fake state, это подходит, то есть фальшивое государство, да, а несостоявшееся, нет, поэтому как фальшивое государство Россия действительно, она уже, ну тогда, на тот момент, уже больше года назад, она действительно, мы тогда сидели, оценивали, являлась фальшивым, именно фальшивым государством, вот, и действительно, у этого есть огромный механизм прикрытия этой фальши, мне кажется просто, что некоторые события, ну сначала война постепенно сбрасывала эти покровы, постепенно, по чуть-чуть, каждый день по какой-то капле, и соответственно, если мы наблюдали за происходящим с близкого расстояния, то есть вот сидя в телевизоре, грубо говоря, каждый день, ну ты и не замечаешь, потому что накопленные изменения, но любой человек, который мог отрешиться и сравнить состояние России сегодня и год назад, например, и соответственно, два года назад, он уже видел, что покровы сброшены, но Пригожинская такая, авантюра, назовем так, она за один день сбросила больше покровов, чем вся война, и стало, собственно, все видно, что это вот фейк стейт, потому что, ну например, даже вот, как правильно же говорит господин Яковенко, что там Симоняны все эти нужны для этого, так а Симоняны-то все сбежали, получилось прикрывать-то некому, и некому все это прикрыть, все, и король оказался голым именно потому, что его портные разбежались, и все машинки, механизмы всего этого фальшивки, они все выявились, и выявилось что, что не то, что там какая-то ужасная, страшная штуковина, а никто, не то, что там никто ничем не командует, скажем так, никто ничем не командует, просто все происходит само, как-то, еще вопрос от наших зрителей, спрашивается, как вы оцениваете выступление Гарри Каспарова на саммите НАТО, он там представлял Россию, некоторые издания написали, что это самый громкий русский голос, российский голос, а многие, как раз оппозиционеры, считают, что это несколько преувеличено, следили ли вы за выступлением, назовем это так, российской делегации на саммите? Ну, вы знаете, вот я вообще обычно с интересом служу за такими вещами, но так как я прямо вот честно впервые от вас сейчас слышу, что он там был, а я последние двое суток, в общем, практически не отходил от CNN, то это означает, что он не был услышан там, западным миром он услышан не был, вот, я помню, как, когда тот же Каспаров с Ходорковским выступали на Мюнсельской конференции, об этом говорили везде и все, это было слышно, реально, в западных СМИ, а сейчас, значит, он, видимо, выступал, ну, совсем на полях, как говорится, саммита НАТО, я впервые от вас это услышал сейчас. Спрашивают вас о том, следите ли вы ли сейчас за Алексеем Венедиктовым, много всего интересного рассказа, он у нас в эфире был, кстати, тоже очень содержательное интервью получилось, Венедиктов, кстати, еще вместе с Муратовым вывозили Милашину из Чечни, Елену Милашину, на которой было совершено нападение, жестокое нападение на нее и на адвоката Немова, вот, и тут как раз тоже снова вопросы, споры о Венедиктове, о его роли, кто-то считает, что Венедиктов, это же не очень хорошо, с другой стороны, Венедиктов всегда появляется там, где нужна помощь, это видно в России внутри, в основном, конечно, но в том числе, вот, история с избитой Еленой Милашиной. Да, во-первых, я слушал интервью ваше, я не знаю, правда, может, после этого еще было, но я слушал уже точно после мятежа Пригожи. Да, недавно у нас был. интервью Венедиктова, и я вам так скажу, что надо действительно разделять для Венедиктов для внутреннего употребления и для внешнего, ну, имеется в виду Венедиктов по отношению к войне с Украиной и Венедиктов, который там действует внутри российской элиты, оппозиции, там, как хотите. Вот, что он там делает внутри России, мне практически невозможно оценить, с моей точки зрения, потому что я там не живу, не участвую, я вижу, что мнения расходятся, я уверен, что он там огромный, ну, есть безусловные заслуги, которые просто безусловные внутри российские имеются в виду, да, вообще сама радиостанция, например, хотя бы, да я ее слушал, слушайте, я слушал эту радиостанцию, проживаю в разных странах мира и оттуда узнал о многих, просто о существовании многих людей из российской оппозиции, тут как бы этого точно нельзя отобрать, поэтому я предпочитаю вообще никак не рассуждать о роли Венедиктова во внутри российском противостоянии, потому что вот они говорят, а он там на стороне этого Собянина или не на стороне Собянина, я не знаю ничего про это, но я, естественно, слежу внимательно за тем, какую роль играет Венедиктов в противостоянии России и Украины, и тут она действительно очень двойственная, с одной стороны, все-таки человек спалил свою радиостанцию ради того, чтобы не, ну, ради того, чтобы не предать, да, не предать своих идеалов, своих взглядов, он же все-таки, когда началась война, прямо сказал, что война это неправильно, что это надо остановить немедленно и так далее, и говорить это с радиостанцией, которая принадлежит Газпрому, конечно, это означало, что станцию, скорее всего, закроют, но это означало, и все это знали, и он никому этого не запретил говорить, и это говорили все журналисты с этой станции в те несколько дней, которые она существовала после начала войны, и это тоже нельзя отобрать, но дальше, естественно, уже начинаются гораздо более нюансы, а именно, у меня, у меня, Венедиктов в этой войне, как это ни странно звучит, на стороне России, то есть он против войны, против войны, но в войне на стороне России, он не хочет, чтобы Россия проиграла войну, была разрушена как государство, была уничтожена как система, он этого не хочет, он называет Путина мой президент, Путин говорит, да, это мой президент, я за него не голосовал, говорит Венедиктов, но это мой президент, это моя страна, Российская Федерация, он переживает за судьбу России, а не Украины в этой войне, Поэтому он на стороне России в этой войне. Еще раз, против войны, но на стороне России. Но это вот так бывает. Он такой, да, он такой. И поэтому многие его слова направлены, явно я вижу, на, как сказать, мельницу Российской Федерации в этой войне. В частности, вот когда я смотрел ваше интервью, он там высказал следующее. Он там рассказывал, что теперь Пригожин, который пришел в Беларусь, ну, когда тогда думали, что он будет находиться в Беларуси со своим войском, он говорит, представьте себе войско, там 8 тысяч человек. Ведь они теперь могут пойти. Он у вас сказал вам, они теперь могут пойти на Киев или на Чернигов. И это же будет, значит, фронт, они же там его прорвут, они там вот это. То он там перечислял, что это будет, какие ужасы будут твориться, как это трудно будет Украине выстоять против этого всего. А потом развил другой сценарий. А еще они могут пойти на Север, они могут пойти на Литву или на Латвию. И так далее. И все эти его тексты, ну, это похоже было, это прям повторяло месседжи, которые исходили из Кремля. Я не говорю, что он работает на Кремле, он просто там общается. Мы знаем, что он общается с Песковым. Он этого не отрицает. Когда ты общаешься с Песковым вот так лично, то ты заражаешься. Это просто заразно. И он, естественно, высказывал мысли, которые ему транслировал Песков. А мысли эти направлены на то, чтобы сеять панику в Украине. Мне, например, постоянно приходится заниматься тем, чтобы паникеров успокаивать в Украине. Что объяснять им, что 8 тысяч вагнеровцев, которые придут с севера на Украину, то они будут разгромлены там вдоль границы. Там только полоса минирования 20 километров. Там в смысле какой Чернигов, о чем речь, кто куда вообще может пойти. Кто такие 8 тысяч? Он говорит, ну вот как тогда, как в марте прошлого года пошли, в феврале пошли. Потому что в году 70 тысяч, 70 тысяч отборных, в смысле лучших войск РФ, все эти кантемировские дивизии, все эти ВДВ, псковские дивизии, с самолетами, с парашютистами, сотни вертолетов, с десятками илов, которые выбрасывали парашютистов, вот полностью вооруженные, шли на Киев 70 тысяч и были разгромлены 80-тысячной украинской армией. Вся украинская армия в тот момент, боевая часть была 80 тысяч. Сегодня мы имеем миллионную армию, миллионную армию в Украине. Да, имеем укрепления вдоль белорусской границы, которых мы вообще не имели, потому что никто не думал, что из Украины, тем более через Чернобыль пойдут. Они же смогли пройти, потому что шли через Чернобыль. Какая вообще? То есть это специально пугать. Мне кажется, такое рассказывать, это попытка влиять на украинцев, влиять, чтобы запугивать украинцев и запугивать жителей НАТО словами, а вот Пригожин пойдет из Белоруссии, и кому НАТО будет отвечать? Не по России же удары наносить? Да, по России, конечно, потому что сегодня уже война, сегодня уже никто цацкаться не будет, сегодня никто не будет тут прислушиваться к путинским, а это не мы, военторги, нет. Если Пригожин зайдет в Латвию или Литву, будет нанесен удар по России, естественно. По российским военным базам в Российской Федерации, а не где-то. Просто сразу вообще без всяких размышлений. Поэтому надо всех успокоить, что Пригожинские 8 тысяч или 20 даже тысяч, находящиеся в РБ, ну, в Белоруссии, они представляют опасность действительно для Москвы и для Минска. Больше ни для кого. Ну, кстати, по поводу ударов, тут вот интересно, и наши зрители тоже на это обращают внимание. Соединенные Штаты предоставили Украине кассетные боеприпасы, но с условием, и Андреа Калла на нашем эфире это тоже еще раз подчеркнуло, что эти боеприпасы могут быть использованы только на территории Украины, в том числе на оккупированной части Украины, которую Россия объявила там своими новыми территориями. Но не за пределами. И у многих зрителей наших, в том числе из Украины, возникает вопрос, а если речь идет о выравнивании шансов, почему Украине запрещено использовать эти боеприпасы, например, для устранения складов на территории Российской Федерации до присоединения так называемых новых территорий, подчеркну, это оккупированные территории, никакое международное право их не признает, но тем не менее Россия объявила вот это наша территория, и это наша территория. Как вы можете это объяснить? Сейчас я немного уточню ваш вопрос. Значит, вернее даже не вопрос. Ну, грубо говоря, я просто скажу, они не могут бить по Белгороду или по складам в Белгороде, но могут бить по складам, вот там, не знаю, в ДНР условно. А, да-да, совершенно верно. Значит, во-первых, кассетными боеприпасами не уничтожаются склады. Кассетные боеприпасы... Ну, военные объекты там написано, окей. Кассетные боеприпасы, их идея, почему нам сейчас их дают, потому что нам нужно на Запорожском и Донецком фронте выбивать массово именно вот этих живую силу противника, скажем так. Именно уничтожать ее массово, ту, которая окопалась, и так как одна, в одном кассетном боеприпасе там 270 взрывчатых шариков, грубо говоря, в одном, да, в одном снаряде 155 миллиметров, то вот вместо одной цели он поражает 270 целей. То есть это главная цель, это вот уничтожать живую силу противника. Потому что ее там слишком много, и нужно ее побыстрее уничтожить, иначе очень медленно и дорого, если обычными снарядами стрелять. Теперь, насчет того, что по какой территории можно. Это касается всего, что нам дали и американцы, и европейцы, и НАТО, и кто угодно. Вот всего, что мы имеем право стрелять только по территории Украины, и не имеем право стрелять по территории России. Это не касается кассетных боеприпасов. Вообще всего, и Storm Shadow, и танки, и все, что угодно. Мы ничего не имеем права использовать на территории Российской Федерации. Это решение нам много раз оглашалось, что мы имеем право в Крыму все это делать, там и так далее, но не в России. Это стратегическое решение. Оно состоит в том, что, по мнению американцев и их всех остальных союзников, немцев и так далее, типа вот если мы будем в России воевать, то это будет эскалация, если мы будем натовским оружием воевать в России. Это первое. Второе. Если мы будем воевать в России натовским оружием, увеличивается вероятность попадания этого оружия в руки россиян, что они тоже этого не хотят, потому что есть какие-то в том числе и военные секреты и так далее. Но главное это то, что это боязнь эскалации, да, нам запрещено. Мы тут все тоже сидим в шоке от этого, что не только же вопрос склады там заранее уничтожить, но и вот пусковые установки Искандеров. Вот по нам стреляют баллистическими ракетами, по Киеву, Искандерами, стреляют в территории России. Мы знаем точки, из которых стреляют. Мы точно знаем, где находятся, потому что у нас разведданные есть, все есть. Но нам просто нечем туда ударить физически, у нас нет таких средств поражения. У россиян есть оттуда, они по нам стреляют, у нас нет. Или когда они обстреливают нас с Каспийского моря, со стратегических бомбардировщиков, доставшимся им от Советского Союза. Мы могли бы их поразить у нас ракетами западными, потому что ракеты западные, воздух-воздух, конечно, могли бы просто из Украины сбивать эти самолеты. Но мы не имеем права. Поэтому мы вынуждены самодельными, фактически, в каком-то смысле, беспилотниками проводить вот такие спецоперации, как, например, по уничтожению самолетов на авиабазе «Энгельс» на Каспийском море. Но это с самодельными беспилотниками. Или когда в Беларуси мы взорвали этот радар, самолет с радаром, который управляет целями. Ну, к сожалению, да, не дают. Но я думаю, что это будет в следующей стадии. Постепенно же с нас снимают разные ограничения. Дают все больше вооружений, все более дальних. Ну, а в конце концов, я думаю, обязательно, так как война быстро-то не закончится, дойдем и до поражения целей в Российской Федерации. Потому что это будет сберегать огромное количество жизней украинцев. Естественно, если бы нам можно было стрелять по территории России, то не погибли бы прямо тысячи-тысячи украинцев. А может быть, десятки тысяч были бы живы. Вот. У нас есть звонок. Нам пишут наши зрители, что до нас Юлия пытается дозвониться, но мы не видим, не видим соединения, поэтому... Процесс. Да. А у нас отключено сейчас или... Нет, у нас все включено. Да, но мы не видим вас, Юлия, поэтому мы видим сообщения в чате, что вы звоните, но не видим это у нас в системе. Тем временем, как раз пишут наши зрители, задают много вопросов. Я еще раз напомню, что ставьте лайки и скажу вам сейчас, сколько нам не хватает до... Три человека. Четыре. Три подписчика отделяет нас от пятидесяти тысяч. Да, может быть, сейчас мы преодолеем, будет красивое число, в нашем Телеграме станет пятьдесят тысяч подписчиков. Кстати, не забывайте подписываться на наш Ютуб, два раза нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. И объявление, которое мы сегодня сделали, это правда очень важно. Нам необходимо тысяча спонсоров для того, чтобы забыть о финансовых вопросах и заниматься исключительно содержанием. Мы запустили такую акцию и предлагаем вам всем присоединиться. PayPal в описании, Patreon в описании, спонсорство в Ютубе. Примерное число... Пять тысяч две. Есть пятьдесят тысяч? Пять тысяч две, да. Да, пятьдесят тысяч у нас в Ютубе, так что, да, режиссер очень обрадовался. Это в Телеграме, в Телеграме. А, это в Телеграме, в Телеграме. Еще и про спонсор. У меня много объявлений, вообще много задач, нужно все успеть проговорить. Почему у меня пальмы появились за спиной? Это праздничный такой... Это, да, на экране. Ну что, поздравляю всех, кто присоединился к нам. Пятьдесят тысяч подписчиков, это правда очень приятная цифра. Но мы продолжаем наш разговор и продолжаем беседу с Михаилом Шейтельманом. И вот здесь был вопрос, я только что его хотел зачитать, он такой ироничный, но он куда-то пропал. Может быть, я еще к нему вернусь. Но я хотел, знаете, что еще у вас спросить? Вот по поводу работы с аудиторией. Потому что россияне, да, у них, окей, внутренняя пропаганда, есть РТ, а Украина очень хорошо развита, в том числе русскоязычная составляющая. Потому что так, как дает интервью, например, Михаил Подоляк, это потрясающе, да, очень четко, очень быстро, оперативно реагирует. Алексей Арисович, который долгое время занимал эту, ну, выполнял эту функцию, и теперь тоже выполняет, уже не на официальном уровне. И это новые суперзвезды, которые работают с русскоязычной аудиторией. Вот у России, кажется, такого нет. Они проигрывают и внутреннюю борьбу во многом. Ну, окей, там, может быть, Арисович и Подоляк не допускают до эфирных кнопок, но через YouTube они пробиваются. Но у них нет вот сопоставимых, мне кажется, спикеров. Как вы думаете, почему? В чем особенность? Там по нескольким причинам, которые, по сути, все это одна. У людей в России нет права принимать решения. Чем отличается Украина от России? Тем, что Россия пытается быть иерархией, иерархичной структурой. Украина абсолютно плоская структура. В момент начала войны, грубо говоря, на каждом фронте каждый сам принимал решения. В России в такой ситуации бы точно развалилась, а в Украине нет, потому что вот сидели там 10 человек, которые отрезаны от связи, где-нибудь под суммами, да, в кустах. И в десятером сбивали там парочку танков из каких-то этих самых гранатометов. Не знаю о том, что происходит, потому что в Украине каждый имеет право принимать решения. Арестович имеет право принимать любые решения, Подоляк имеет право принимать любые решения. Он не бежит к Зеленскому утверждать месседжи, у него нет списка этих месседжей. Подоляк на ходу принимает любые решения. И это приветствуется, инициатива только приветствуется в Украине. И таких людей привел с собой Зеленский во власть. То есть в Украине в целом так было. То есть нельзя сказать, что это Зеленский поменял. Зеленский поменял поколение. То есть до этого тоже были инициативные люди во власти. И это приветствовалось. Но Зеленский сделал как бы плюс один шаг, потому что он омолодил всю власть лет на 10. Грубо говоря, может даже больше, может даже на 15. И когда началась война, то средний возраст тех, кто противостоял путинскому режиму, был 40 лет. Я имею в виду политическое руководство. Военно-политическое руководство страны. Военно-политическое руководство России было 70 лет. Военно-политическое руководство России 40 лет. Украина, в смысле, 40 лет, извините. России 70. Вот в этом разница. Это другое поколение. Оно по-другому мыслит. Поэтому все эти преимущества. И дальше эти люди, в общем, кроме того, конечно, если в России большинство из этих людей, которые работают в пропаганде, работают из-за денег, а в Украине-то нет. Кстати, люди, которые пошли во власть, вот я имею в виду сейчас таких, ну, таких как Подоляк, там, Арестович, у них с деньгами все было хорошо. То есть это не то, чтобы они пошли зарабатывать деньги. Они вообще внештатные, по-моему, там какие-то советники. Вот. Ну, не могу сказать, что все тут прям все бессеребренники. Нет, вы просто конкретных, если уж вы упомянули. Там люди, предприниматели какие-то, все у них нормально с этим. Но главное, вот главное, это то, что ты сам принимаешь решение, сам несешь за него ответственность. Вообще украинская пропаганда, в Украине тоже же есть пропаганда, она вся состоит из независимых спикеров, где каждый сам решает, что ему говорить. Естественно, что это рождает, дальше происходит конкуренция, всплывают лучшие, которые получают больше подписок. Вот там всплывают такие, как Арестович, такие, как Подоляк, такие, как Шетельман, который 200 тысяч подписчиков всплывает, потому что, ну, людям нравится слушать. А в России вот заставляют слушать, вот вы будете слушать вот этого, вот Кедли будете слушать, он вам будет говорить одно и то же, а вы все равно будете его слушать. Потому что мы вам назначили, что вы должны слушать Кедли. Это вся разница, конкуренция или отсутствие конкуренции. Украина – это страна бесконечной конкуренции. Кстати, выборы, да, вот президент Украины, чтобы стать президентом, победил на открытых выборах, где было 44 кандидата. А в чем победил Путин, на каких выборах, спрашивается? Ни на каких. Поэтому он случайно выбранный человек, не обладающий никакими талантами. – Вот тот самый вопрос, который я хотел задать. Наташа спрашивает у вас. Вадим, спросите у Михаила, или он уже знает, может быть, когда выйдет видео прогулки по Киеву. Спасибо. – Ну, я надеюсь, что в субботу, но гарантировать не могу. Да. Ну, в субботу предстоящую. Ну, это просто там я встречался с людьми, действительно, мы снимали некое видео вместе со зрителями канала «Шетельман». Но сейчас его мучительно монтируют, а я еще немного болею, поэтому обещал мне, что будет в субботу, но не знаю, успеем ли. – Еще вопрос. Вадим, спросите у Михаила, не хочет ли он стать политехнологом у кого-нибудь из-за позиции в России или российская позиция, может быть, вне России. Может, что-то тронется, и война закончится тогда. – Да вот знаете, кстати, в прошлый раз, по-моему, про это уже спрашивали, буквально же у вас же в эфире, если я не ошибаюсь. Но тут вот я потом уже задумался, каким политтехнологам, зачем российской оппозиции политтехнологи, чтобы с кем бороться-то? Ну, политтехнолог нужен тогда, когда есть выборы свободные. Поэтому сначала нужны свободные выборы, а потом уже нужны политтехнологи. Вот в Украине свободны выборы, поэтому политтехнологи нужны. В Латвии свободны выборы, в Израиле. В России их нет. Поэтому в России нужны не политтехнологи, а революционеры, чтобы совершить революцию, а потом назначат свободные выборы и понадобятся политтехнологи. Ну, в Советском Союзе были политтехнологи? Не было. Зачем оппозиции, оппозиционеру, политтехнолог? Они с кем будут воевать? Между собой, понимаете? Вот если сегодня какой-то оппозиционер, любой, назовем он мистер Икс, наймет себе политтехнолога, он будет пытаться выделиться среди других оппозиционеров. Он же не будет пытаться выиграть конкурентную борьбу у Путина, потому что где он ее будет выигрывать? Нет такой площадки, где он ее будет выигрывать. Вот в чем дело. Политтехнолог – это профессия, нужная только в конкурентной среде, только в демократической стране, ну, как минимум, в стране со свободными выборами. Поэтому мне бы тысячу раз задавали вопрос, а вот вы что, на любого согласны работать? Вы такой циничный. А я задумался над этим и подумал, ну как, в демократической стране на любого. То есть в тоталитаризме ни на кого не согласен, ну, а так там я и не нужен. А в демократической на любого, потому что это демократия, за него или проголосуют, или нет. И это народ будет решать, это плохой человек или хороший человек, а не я буду решать. Вопрос, кстати, про Максима Каца. Его там активно зазывают на Соловьев Лайф, чтобы он устроил дебаты со Стасом «Ай, как просто!» или «Ой, как просто!» На ваш взгляд, сейчас непонятно, согласиться, не согласиться, а на ваш взгляд, нужно это? Вообще, это может на что-то повлиять? Нужно ли Кацу? Я так сформулирую. Нужно ли Кацу идти на такие дебаты? Ну, у меня есть моя позиция. Она как бы не относится к внутриполитической жизни России, чтобы я не влезал сейчас во внутриполитическую жизнь России, отвечая одновременно на этот вопрос. Потому что я хочу на него ответить, а потому что я не хочу влезать в их политику. Значит, мне кажется, что есть фашистский режим в Российской Федерации. Эти люди военные преступники. Все, кто поддерживает этот режим, сочувствующий военным преступникам, соучастники преступлений, геноцида и так далее. Соответственно, я считаю, что с этими людьми нельзя вести никаких дебатов никому и нигде. Пытаясь вести дебаты с ними, ты начинаешь вести дебаты с убийцами. Ну, нужно ли вести дебаты с Чикатило о том, правильно ли, что он насилует и убивает детей? Ну, с ним надо вести дебаты или нет? Если он вызвал бы вас на дебаты, вы бы пошли или не пошли? Или все-таки вы бы считали, что его надо просто убить, задержать, арестовать? Вот и все. Мне кажется, что есть неприемлемые вещи. И нельзя вести дебатов с убийцами, да, а это убийцы, все. Для меня любой, кто сегодня находится на стороне Российской Федерации в этой войне, соучастник и участник геноцида украинского народа. И, конечно, какие могут быть с ним дебаты. Ну, что ж, будем следить за развитием событий. Наше время подходит к концу сегодня, потому что мы встречаемся каждую среду с Михаилом сегодня. В этом смысле у нас удачно, более 50 тысяч подписчиков в Телеграме. Красивая цифра, поэтому благодарю наших зрителей, Михаила, который нас поддержал, пригласил подписаться. теперь надо, чтобы на YouTube-канал Штреман тоже все перешли, где-нибудь и подписались. У меня вот ровно сейчас 201 тысяча. Тут будет 202 после этого эфира, как минимум. Мы уже идете в направлении 300 тысяч. в следующий шаг. В направлении 250, четверть миллиона. Да, да. Ну, кстати, да, я помню, мы преодолели, когда преодолевали рубеж в четверть миллиона, это красиво звучит и красиво звучало. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал Михаила в YouTube. Штреман, просто напишите и без труда его найдете на просторах интернет. Михаил, спасибо вам и до следующего раза, до следующей встречи. Будем на связи.